В Россию макароны попали во времена Петра I. Итальянский плотник Фернандо, который служил у государя, поделился секретом их приготовления с одним русским предпринимателем. Тот пустил производство макарон на поток, не поделившись заработком с Фернандо. Итальянец обиделся и продал рецепт одесситам, которые построили первую макаронную фабрику в России в конце 18 века. Так что макароны мы кушаем уже два столетия. И ведь не надоедает. Приготовим сытный томатный супчик. Для этого возьмем макароны олейка, рожки, говяжий фарш, луковицу, морковку, стебель сельдерея, банку консервированной фасоли, томатную пасту, помидоры в собственном соку, чеснок, сыр твердого сорта, базилик и другие пряные травы, соль и перец. Итальянцы называют этот суп зимним, потому что он очень сытный, бодрящий и готовится из консервированных овощей. Но для начала мы обжарим фарш. Поставили мясо на плиту, а сами резать лук, сельдерей и тереть морковку. Когда мясо подрумянится и начнет слегка выпускать жир, добавляем к нему лук и сельдерей. А еще через минутку добавляем натертую морковь. Итальянские психологи пришли к выводу, что паста у мужской части населения страны ассоциируется с мамой, поскольку ее готовят в семейном кругу. А вот пицца с любовницей, так как правильное ее приготовление требует мастерства, и дома ее испечь практически невозможно. Ну а мы готовим дома. Перемешиваем и обжариваем, пока лук и сельдерей не станут мягкими. Теперь добавляем фасоль белую и красную. Стараемся, чтобы жидкости было как можно меньше. Сразу вслед за этим добавляем томатную пасту и помидоры в собственном соку. Кстати, в любом уважающем себя итальянском городе есть музей макарон, где представлено не менее 150 видов пасты и старинные машины по ее изготовлению. Ну а пока все это великолепие тушится, мы измельчим чеснок и тоже отправим его в сковороду. Теперь нам нужна вода. Мы готовим на воде легенда, потому что это не только удобно, но и полезно. На соседнюю комфорку ставим кастрюлю с водой. Пусть закипает. А в сковороду добавляем специи. Подойдет все, что имеет красивое название или хоть как-то ассоциируется с Италией. Орегано, базилик, розмарин, зира. Ну что, еще раз перемешиваем всю эту чудесную заправку и отправляем в кастрюлю с кипящей водой. Накрываем крышкой и варим при медленном кипении около 45-50 минут. Через 10 минут мы будем снимать суп, поэтому самое время заняться макаронной заправкой. Для этого супчика мы выбрали макароны Олейка Рожки. Средней величины рифлюные, они идеально подойдут к этому супу. Макароны Олейка не развариваются и варятся всего за несколько минут. Кстати, правильно сварить макароны тоже целое искусство. На каждые 100 граммов макарон должен приходиться 1 литр воды. Макароны мы опускаем только в соленую кипящую воду и варим до состояния аль денте, то есть чуть-чуть не доваривая. Кстати, итальянцы никогда не промывают макароны, а чтобы они не слиплись, просто добавляют растительное масло. Макароны сварились, и наш суп тоже уже готов. В порционную тарелку кладем немного готовых макарон. Заливаем их горячим супом, украшаем зеленью, тертым сыром и немедленно подаем на стол. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...